добрый день сегодня добрый день и для меня и для всех сегодня 3 сентября прекрасный солнечный день с облаками но все равно жарко и я сегодня такая счастливая потому что пришел мой новый паспорт казахстанский так как вышел срок годности в апреле через 10 лет и конечно фото получилось некрасивые потому что быстро быстро делала но хрен с ним этот казахстанский паспорт вообще здесь в италии абсолютно не нужен только для полетов из италии на самолете а внутри италии даже паспорт не нужен внутри италии у нас удостоверение личности итальянская которая называется карта иденти то а когда если вылетаешь куда-нибудь на лазурный берег там во францию или в испанию и биться форментера то нужен наш казахстанский паспорт и пермеса дисс диссо джорно итальяна вид на жительство итальянской который тоже я уже в мае получила я такая счастливая потому что всего за 65 евро я заплатила онлайн 65 евро заполнила модуль и оказалось что это дичиел экспресс курьер всего за 24 часа из казахского консульства время пришел пришел паспорт вчера утром они отправили и сегодня днем два часа я получила я прямо такая счастливая на самом деле паспорт был готов оказывается в июне я ой в юле в юле седьмой месяц это что июль да потому что я отправляла запросы в мае да по моему ездила 4 мая что ли не помню то ли 2 мая ездила столько переводов сделала столько денег выкинула оказывается ничего не надо было знаете что надо было только вид на жительство итальянской переведенное на русский язык или на казахский язык а все остальное вот эта прописка как его как называется в италии прописка места жительстве контракта работы я переводила их тоже на итальян с итальянского на русский язык резиденция называется по итальянский прописка все это нафиг не нужно было я как дура бегал еще столько денег платила еще до 11 ночи ждала помните переводчиков которые онлайн переводили и все было в ошибках еще вот хочу сейчас вот благодарность сказать абсолютную огромную благодарность человечную благодарность сказать казахскому консульству время особенно особенно консулу его зовут чингис по казахский будет шингис я я такого человека вот такого гуманного человечного такого как это называется который ну в общем такой добродушный казах такой хороший такой добрый не заставил меня обратно возвращаться в консульство подписывать фирму подпись не заставил меня так как у меня я же когда поехала вот все взяла все переводы а именно вот это вот вида на жительство перевод с итальянского на русский забыла взять вы представляете так он меня не заставил присылать оригинал он сказал ладно не переживайте жасмин когда приедете падова просто как его через эмейл отправьте еще раз и когда я отправляла через ими выходила вот этот вот рассел бертрант который итальянская русский английской языков школа студенческая и там еще переводят так а потом я случайно взглянула на перевод с итальянского на русский там было столько ошибок моей фамилии ошибка мое место жительства ошибка короче хорошо что еще не это не привезла а то был бы паспорт с ошибками а когда паспорт с ошибками это такая бюрократия это полностью о по это надо будет опять все переделывать потому что здесь в италии в европе каждую букву смотрят в документах если одна буква по ошибке неправильно записано то полный трындец приходит это все потом все справки и все документы надо переделывать поэтому я такая что все что не случается все случается к лучшему девчонки я выражаю вот стою перед морем чистым кристальным и выражаю огромную благодарность казахскому консулу время раньше не такие прямо были но который предыдущий тоже был молодой тоже хороший а вот который 20 лет назад что-то не очень был еще в старые старые это центре был консульство казахстана было а сейчас вот немного не в центре но потом я возвращалась туда я ездила на такси потому что я должна была успеть до часу дня как бы отправить оформить документы потому что я же приехала утром и взяла утренний поезд 6 часов и вечером вернулась обратно в падова поэтому как бы я должна была успеть поэтому взяла такси но такси где-то 20 евро мне обошелся не помню точно но оказалось потом что есть прямо около консульства это я для тех рассказываю если среди моих зрителей есть казахские граждане в казахстане живут не только казахи и русские и украинцы и корейцы и дунганы и уйгур и все и узбеки короче там живут 320 этнических национальностей по моему насколько я помню то ли 130 то ли 320 и в общем оказывается есть остановка прямо у входов в консульство казахской это такая огромная красивая вилла с огромным садом и этот автобус прямиком доводит довозит тебя за 10 минут до какого-то метро метро название забыла потом вспомню и от этого метро всего 22 метро да ты садишься на метро и всего два метро и той ты едешь если хочешь центра а если хочешь сразу на вокзал если помните я вышла в центре потом на пятца спания а потом там потусовалась целый день сделала много видеороликов напилась шампанского всех бутиках купила этот футболку селин белую короткую короче но вся эта поездка один день мне обошелся в 600 евро потому что 200 евро ушло на справку о том что я навсегда выезжаю на пмж на постоянное место жительства в хотя я уже 24 года на постоянном месте жительства в италии но бюрократия бюрократия так как у меня не было удостоверения казахского удостоверение личности из меня взяли 200 евро я сразу банкоматом заплатила в консульстве и насколько помню где-то 80 евро взяли паза паспорт за оформление паспорта и это было где-то то ли второе мая что-то такое в начало мая было а потом вот эти билеты поездов 95 евро если последний день покупаешь 95 евро только в одну сторону такси покушать что-нибудь очень дорого время на вокзале все покушать и в центре и в общем все мне обошлось 600 евро девчонки так что мой паспорт новый на 10 лет обошелся мне 600 евро плюс я заплатила позавчера пятницу заплатила 65 евро онлайн за дичиел экспресс к за курьера я так счастлива но так как я заплатила в пятницу это банк переводит до понедельника пока до них дойдет потом понедельник они отправляют и сегодня во вторник я уже получила мой голубой аквамариновый паспорт такой самый красивый паспорт в этом мире цвет такой красивый как небо как море такой туркезы я нигде никакого такого красивого паспорта цвета не видела но единственное фото не очень поэтому возвращаясь консулу чингис казах молодой наверное где-то он даже младше по моему его сына а может его ровесить не знаю молодец не заставил меня бегать вот многие все-таки бюрократы они заставляют возвращаться нет вы должны подписать фирму мы не будем отправлять и все такое короче я очень счастлива очень счастлива что есть такие я ему благодарность написала что я получила паспорт лукена рахмет большое вам спасибо за то что вы такой гуманный человечный человек вот и жахса адамсас жахса адам это значит хороший человек в общем всю благодарность ему через ватсап он дает еще ватсап у них есть бизнес ватсап приватный ватсап в общем я была счастлива сегодня и до сих пор счастлива я еще выспалась спала до девяти утра короче еще вчера поговорила с милиции 7 сентября возвращаюсь по 2 и в общем я сегодня поговорила с централинии луи виттона милане говорю узнать я купила одни босоножки монограмма луи виттон но они мне за 10 минут поцарапали три ногти до сих пор за ой 3 пальца на ногах до сих пор заживают до сих пор эти есть корочки сразу за 10 минут я сразу сняла переобулась потом и помните когда я покупала валентина лодочки черная на маленьком она коротко на низком каблуке я только один вечер вышла они вообще полностью побились ну что за полчаса побились я на следующий день от отнесла не мне поменяли на новые а здесь ничего не по ней не побилось ничего нету но мне поцарапали ногти я надеюсь что мне поменяет на какую-нибудь другую вещь я наверное все таки лучше возьму или танкетку на сплошной подошве чтобы длинные брюки носить длинные платья или может быть я увидела вот валентина такие красивые танкетки и вот с их ними сексе это металлическими клёпками знак этого валентина у валентина красивее вот это вот танкета танкетка на сплошной подошве называется зерпада по итальянски но что-нибудь возьму себе все равно уже на каблуках я не могу ходить а на танкетках сплошных еще кое-как могу ходить но тоже не могу правая нога все равно болит внизу видимо какие-то там внутри проблемы там какой-то нерв или сухожилие не знаю как это называется надо сделать ортопедический рентген все время нету на себя но так и когда я без каблуков ничего не болит поэтому только то только на каблуках через 20 минут уже начинает болеть правая нога внизу это даже не мозоль не это все проверили маникюрщицы педикюрщицы это внутри какой-то нерв ну что ж благодарность этому миру благодарность этому морю этому небу этому солнцу я каждый день благодарю эту жизнь и очень счастлива сегодня всем здоровья и добра и всем желаю счастья любви и привет от жасминки казашки из италии 2 1 Спасибо.